Позиция и ситуация. Вот два кита, на которых складывается все построение тренировочного процесса в дзюдо. Если мы будем следовать вот этому принципу позиции и ситуации, то максимально сможем развить такие качества для дзюдоиста, как своевременное выполнение определенного технического действия, что тоже имеет очень важную составляющую. То есть с помощью наработки различных позиций и всевозможных ситуаций мы сможем научиться таймингу своевременности выполнения упражнения или технического действия. Наиболее явно вот такой подход, позиция, ситуация виден в различных кота дзюдо, ну и не только в дзюдо, а также в других видах единоборств. которые пришли с Востока, Японии, Китай. И когда внимательно посмотреть на комплексы упражнений из раздела ката дзюдо, мы можем взять любые кота, это нагино кота, дзюно кота, катамино кота и другие кота, то там мы точно сможем проследить вот этот принцип позиции и ситуации. И из этих двух составляющих мы увидим завершающий принцип тайминга, то есть своевременности выполнения технического действия именно завершающего. Поэтому в обучающем процессе очень важно внимательно отнестись к двум составляющим, позицией и ситуацией и пытаться в тренировочном процессе следовать этому направлению. Если у вас есть дополнительные вопросы, уважаемые зрители, вы можете задать их в своих комментариях или, может быть, поделиться своим мнением по поводу того, как вы в своем тренировочном процессе используете вот два этих направления – позиция и ситуация. С вами был Роман Карасьев и вы смотрели «Планета дзюдо».